В то время Ирод-четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во все окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.